Воскресенье 9 апреля в пруду деревни Миромирины обнаружено тело 14-летнего мальчика без внешних признаков криминальной смерти. По факту гибели подростка для установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего, Калининским жирным следственным отделом регионального СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». При выезде на место следователям и криминалистам Следственного комитета был произведен осмотр, опрошены очевидцы произошедшего. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. На 150-м километре автодороги Тверь-Бежицк-Весьегонск-Устюжно столкнулись три транспортных средства. Пострадал человек. Автомашина Рено Логан, обгоняя попутный трактор, стала уходить от встречного Рено Аркана. В результате растерявшийся водитель Рено Логана, 20-летний парень, стал выводить машину на свою полосу, где иномарка столкнулась с трактором, а потом и со встречное Рено. В результате пострадал пассажир Рено Аркана, подросток 15 лет. В субботу вечером на 63-м километре автодороги Тверь-Рождественная 1 мая в Канаковском районе области ВАЗ-2112 сбил выбежавшего на дорогу лося, после чего машина съехала в кювет. Водитель ВАЗа погиб на месте. Пассажиры экстренно доставлены в больницу. 10 апреля в администрации Калининского района состоялись публичные слушания по поводу объединения поселений Калининска. Калининского района в один муниципальный округ. Часть людей, желающих принять участие в слушаниях, оказалась на улице. Три поселения проголосовало против объединения, и именно эти поселения не пускают сейчас на публичные слушания. В чем причина скандала? Мнение сторон. Смотрите завтра в патрульной службе.